Многим людям, и мне лично, всегда было интересно, существуют ли мутанты в Чернобыльской зоне отчуждения. С момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции, зона обросла тысячами легенд, которые пугают самыми неимоверными рассказами о страшных зомби-мутантах, живущих на просторах радиоактивных земель. Но правда ли это? В 1986 году, 26 апреля, произошел взрыв в четвертом реакторе атомной станции. В атмосферу было выброшено огромное количество радиации. Лес рядом со станцией стал рыжим. Людей с 30-километровой зоны эвакуировали. Но в брошенных зданиях и лесах продолжали жить животные. В реках и озерах рыбы. Многих домашних животных ликвидаторы аварий отстреливали, дабы они не выносили радиацию за границы зоны отчуждения. Спорное решение, так как домашние животные вряд ли бы смогли пройти десятки километров и выйти за пределы радиационной зоны. Но дикие животные адаптировались и по сей день живут на этой территории. Кабаны, косули, лоси, волки, рыси, лисицы, енотовидные собаки и даже медведи. Как именно радиация могла повлиять на них? В первые годы после аварии некоторые эксперты утверждали и даже показывали животных, которые, по их словам, мутировали в результате облучения радиацией. Радиоактивная зона таит в себе множество неразгаданных таем и покрыта множеством мифов и легенд. Многие годы мутации животных в Чернобыле считались выдумками. Однако видео, которое мы с вами посмотрим сейчас, свидетельствует об обратном. Это видео было снято в заброшенном селе Копачи в 2021 году работниками зоны отчуждения. Место, которое мы видим на кадрах, это дорога, ведущая от города Чернобыль к самим реакторам Чернобыльской атомной электростанции. В кустах на обочине мужчины замечают странное существо, останавливаются, дабы поближе рассмотреть. На стоп-кадре мы видим, что существо одновременно похоже и на собаку, и на медведя, но при этом лишенное шерсти. К сожалению, водитель испугался, что животное накинется на его автомобиль и решил поспешно уехать подальше. Возможно, животное вышло к людям, чтобы попросить о помощи, или просто было изголодавшееся. Какие ваши предположения о том, что это могло быть за животное, вы можете написать о этом в комментарии. А на этом видео мы видим гигантских рыб, которые обитают буквально в 100 метрах от реакторов Чернобыльской атомной станции в канале пруда охладителя. Местные говорят, они вырастают до 3,5 метров в длину. Это сомы, которые всю жизнь живут в условиях повышенной радиации. Такое животное запросто затащит под воду человека. Сотрудники станции утверждают, что это вполне нормальное явление, так как рыбу тут никто не ловит, и потому она вырастает до таких размеров. Неподалеку расположено здание со странными вещами внутри. Мы видим множество контейнеров с мумиями радиоактивно зараженных рыб. Это была лаборатория по изучению влияния радиации на обитателей водоемов. К сожалению, большая часть исследований до сих пор засекречена. Из-за недостатка финансирования это здание перестало функционировать в конце 90-х. Но стоит заметить, что рыба в Чернобыльской зоне насыщена вредными радионуклидами, и употреблять ее в пищу крайне опасно и строго запрещено законом. Мутации животных в радиационно загрязненных зонах случаются нередко. В объективы ученых иногда попадают вот такие экземпляры с нестандартным количеством лаб, или даже с несколькими головами, неправильно растущими конечностями. Но такие мутации случались и задолго до радиационных аварий, или даже открытия расщепленного атома. Советские генетики не раз проводили эксперименты над животными, облучая их разными видами и дозами радиации. В некоторых случаях животные не выживали, а в некоторых случаях животные становились мутированными, или имели выраженные изъяны у потомства. На этом видео, как утверждается, турист заснял животное, похожее на лося, которое бежит через железнодорожные пути станции Янов, всего в километре от Чернобыльского ядерного реактора. Животное похоже на лося, но он как будто без рогов и головы. Подлинность этого видео неизвестна. Ученые до сегодняшнего дня изучают влияние радиации на зверей в Чернобыльской зоне. Для слежки за животными устанавливаются специальные фотоловушки. В результате установки подобных фотоловушек у ученых есть множество фото животных из Чернобыля. Сова. Сова. Лишь какая сова. Нас его. Вот блин. Как бы ее выпустить. Я все же склоняюсь к данным из официальных источников. А подтвержденная информация по мутациям пока существует только применимо к некоторым видам растений в рыжем лесу. Мелик. Место красивое просто. Если бы не дозиметр, то никогда и не подумаешь. Ну это уже осталось. Ну вот так мы с любимой гуляем. По радиоактивному рыжему лесу. Да. Да. На ноги мокрые. Что-то едет. Угу. Из-за радиации. 100%. Тут присутствуют немногочисленные знаки радиации, уже такие старые-старые, краски уже не видно. Еще видимо со времен ликвидации последствий аварии. Ну и радиационный фон соответствует. Ладно, будем поскорее выбираться отсюда. Мы уже набрали 600 микрорентген, а 720 это максимальная дневная норма для незараженных местностей. Сейчас мы проходим как раз тот след. Люди, которые на экскурсию ездят, они проезжают такой факел, так называют это место, это поворот перед Припятью. Там проходил западный радиационный след. В первые дни после аварии там были 50 рентген, такой уровень, возможно больше. Вот мы это же место практически проходим только в лесу, там где ничего не мыли и не чистили. Вот он уже начинает спадать. Этот след он такой довольно узкий. Сейчас там уже будет постепенно так, ну чуть-чуть может повышаться, но уже в принципе будет спадать по мере того, как мы будем углубляться в лес. Вот видите, опять немного поднялся пятно. На земле еще больше. Ну и напоминаю, это замер идет только по гамме. Крышка закрыта у меня. То есть здесь может быть столько же и бета. Там видно кусочек факела, я не знаю будет ли это на видео. Вот между опорами лэп. Это могильник скорее всего. Могильник наверное. Да, вон видишь тоже бочка стоит. Ну вот мы нашли еще какой-то могильник прямо здесь стоит. Написано объект под охраной. Возможно именно здесь захоронили часть радиоактивных деревьев. Но об этом я уже расскажу в следующем видео. А чтобы его не пропустить обязательно подпишись на мой канал. Здесь собрано все самое интересное из Чернобыля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...